Водя для фиксации это привода разных конфетами, особенно в гидротехнических сооружениях, для состава отчетников у нас есть и те картинки, тот отчет, который мы видим в этом году. Водолазный компьютер крепится на руку водолаза, чтобы водолазу было удобно считывать глубину погружения, температуру воды, скорость всплытия, потому что для водолаза это очень важно, так как мы работаем на аппаратах сожатым опытом, то водолазу надо следить за своей скоростью, следить за глубиной, на которой он находится и так далее. Это очень удобно, полезно. Указывает температуру воды, глубина, на которой находится водолаз. То есть если работа выполняется на больших глубинах, то водолазу очень удобно работать с таким прибором, потому что он имеет максимальные данные, так чтобы себя обезопасить, максимально грамотно. Он позволяет водолазу дистанционно, без использования капель сигнала, выполнять работу и передавать данные на поверхность. То есть он может разговаривать с оператором. Каким образом? То есть на водолазы, на снаряжение водолаза, укрепляется приемный блок передачи. Он включается автоматически при погружении в воду. Этот передачный блок, он в помощи стекера, он крепится с полной лицевой маской. Водолаз, надеваем маску, вот здесь вот у нас наушники, здесь наушники, то есть через которые он слышит оператора, здесь кнопка связи. То есть в принципе, принцип обычной радиостанции. То есть вы нажимаете кнопку вызова, прием сказали, то есть оператор вам говорит, вы слышите то, что он говорит в наушнике. Значит, связь отлично, то есть на сегодняшний день, это, наверное, одна из лучших в мире. Ну, конечно, как и у любой гидроакустической связи, есть недостатки. Почему? Потому что гидроакустика, то есть если какой-то металл, перепады глубин, резкие, то могут быть пометить. То есть могут быть пометить. Но в этом случае на помощь приходит, вот мы вам продемонстрируем чуть позже, кабельная связь. У нас есть и то, что гидроакустическая связь, они могут возникать. Но на сегодняшний день лучше связи как бы в мире нет. То есть если там, допустим, при выполнении работ потеет и так далее, то есть и он согревает. То есть плюс еще тепла добавляют в воздух, который мы можем, ну, то есть мы подключая аппарат, включая свой аппарат, мы можем надувать костюм. Дальше, водолазные фонари, транспорт, там подвезд, в закоряженных местах, допустим, опять же, залезть в какой-то транспорт. Ну, ну, вы обязательно будете им так или иначе. Если нет, то он составляет, то здесь двойная камера, внешняя полочка и другая полочка. Вот, есть еще. Саша сказал, вот именно водолазные аппараты, которые используются, они используются в основном для обследования гидротехнических сооружений. Это доступны корабли, мосты, гидротехнические сооружения. Вот еще компенсатор крыло из теллана. Это еще большая повышенная прочность, потому что он позволяет обследовать конструкции, то есть любые гидротехнические сооружения. И водолаз не боится, поэтому абсолютно не надо беспокоиться. Просто к любому снаряжению, при обследовании гидротехнических работ, выполняются повышенные требования. Поэтому, как-то, и материалы должны быть в целом и качестве использованы. Дальше. Аппарат университет воздух от распределительного культа с поверхностью. Задача оператора. Следить, да. Следить, в данный момент идет подача воздуха, то есть на него вешается там пышка открыта, тот баллон ждет своего времени. Когда давление падает ниже допустимого, вы открываете второй баллон, это закрываете, приносите новый. То есть процесс, ну, как бы сказать, процесс бесперерывный идет. То есть водолазу не нужно беспокоиться, что у него там закончится воздух. Но на случай аварийной ситуации, если происходит разрыв шланга, а разорвать такой шланг очень сложно, почему бы? Потому что он на разрыв выдерживает несколько тонн. Вы можете не только человека на нем вытянуть, то есть этот шланг очень прочный. Мало того, что он выдерживает давление высокое, то есть он на разрыв. То есть вы можете его использовать как кабель-сигнал. Водолаз, начинай подъем. Мы запросили водолазу за самочувствие и дали ему сигнал на вы. Здесь это как аналоговый дублирующий сигнал связи. Сцепляетесь к пострадавшим и даете ему четкие и отрывистые команды. Работай ногами и спиной. После того, после того, как вы, если вы сможете сразу же выбрать спору, если вы только хотите спорить, все равно, все равно, все равно. Проверяем наличие у человека дыхания. Если мы дыхание не слышим, визуально грудная клетка не поднимается. Начинаем цикл сердечно-легочной реанимации. Один спасатель помещает маску пострадавшему на лицо. В чем преимущество такой маски? Она позволяет проводить искусственный вдох как через рот, так и через нос. Потому что дыхательные пути человека могут быть забиты. А здесь, в данном случае, идет вдох и через рот, и через нос. Так что, в любом случае, воздух так или иначе пройдет. Откидываем руку. Рука не должна мешать приблизиться к телу фас... Экстрадавшим. И приложив руку на центр груди, вот сюда приблизительно сейчас, где находится клапан, Вы прямыми руками, не сгибая руки, Вы начинаете телом выполнять нажатие. То есть, нажатие выполняется корпусом. Это достаточно сложно. Поэтому, сделав 2-3 цикла, очень хорошо, если второй человек из отделения сразу же с Вами меняется. Я выполняю 30 нажатий и даю своему напарнику команду. Два вдоха. Он выполняет два вдоха. Я продолжаю. Выполняю снова цикл нажатий. Опять 30 нажатий. Два вдоха. Он делает два вдоха. И так мы продолжаем до приезда врачей. После того, как прибыла скорая, мы передаем пострадавшим врачам карету скорой помощи. Продолжение следует...